Высота профила до 120 мм. Соответственно, с расчет системы автоматизированного подъема бойцов есть два режима работы. Либо автоматически переключаются данные переключания. Вот так мы находимся в ручном режиме. Регулировка бойцов осуществляется применительно в клавишах с заданным значением. И автоматический режим. Соответственно, можно программировать три режима высоты. Первый режим. Соответственно, второй режим. И, соответственно, максимальная высота для пропуска. Программирование станка осуществляется данными регуляторами. То есть нажатие на кнопку вниз изменяет положение. То есть цифры переходят в режим программирования. Становятся красным цветом. Зажатие клавиши дает скоростной переход по высоте. Привод не работает. Чтобы сохранить, допустим, данное значение, нужно либо зажать кнопку на определенное время, забирается зеленый индикатор, переходим в второй режим, высота сохранилась на запрограммированном значении. Либо же, чтобы перейти в запрограммированное значение с автоматическим переходом бойцов в нужное положение, нужно зайти в режим программирования, выбрать нужную высоту, и один раз короткое нажатие на режим, который нужно сохранить. Соответственно, теперь у нас режим сохранился на 30 км. Во втором режиме также, соответственно, 43 км. В ручном режиме, повторюсь, можно это принудительно делать без работы. Плавишся к планению. Также в автоматическом режиме работает регулировка скорости подачи. К каждому режиму на таком высоте вольсовке движет своя скорость. При переходе от режима к режиму скорость автоматически меняется. Регулировка скорости происходит данными регуляторами, то есть поворотом по часовой, либо против часовой стрелки. Особое внимание, частота на дисплее, показана частота тока, на котором работает привод. Соответственно, если допустить то, что мы работаем на скорой скорости, то у нас частота 50 Гц соответствует 50 метров в минуту. Это только на первой скорости. На автоматическом ростях запересчитывал. По программированию все. Соответственно, клавиша пуска пильного вала, клавиша остановки пильного вала, в рычаг переключения подачи своего материала вперед, либо назад. Подача назад работает только в экстренном режиме, то есть при запусывании его материала, ну, либо в какой-то аварийной ситуации. Клавиша сеть, то есть питание подается, либо нет, и клавиша аварийного остановка. Клавиша аварийного остановка, нажатие на нее отключает полностью весь привод. Вы в данной зоне находите, кроме режима ручного автоматического, есть клавиши управления сопутствующим оборудованием, то есть при устраивании станка в линию. Дистанционный пульт еще. Да, да. Также в комплекте предусмотрен дистанционный пульт управления. То есть на нем дублирована кнопка аварийного остановка. При режиме автоматическом, соответственно, вот эти клавиши, они дублируют и третьи клавиши. То есть нажатие на клавишу 1, то именно у нас режим запрограммирования. Второй. И, соответственно, третий режим. Время перехода от минимального положения до максимального составляет 3 секунды. Понятно. От 0 до 120, 3 секунды время занимает подъем. Сейчас проводим испытания станка МКС 1000 олени. То есть у нас есть заготовка плаха 50-я. Станок настроен на высоту 22 миллиметра. И скорость подачи 50 метров в минуту. То есть мы сейчас будем делать подачу с накатом на 30 миллиметров практически. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас переводим станок в режим 2 для распивовки уаспеда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видите, скорость подачи изменилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...